Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как справиться со страхом смерти, муж старше на 10 лет боюсь, что умру? Ну, собственно, ваши опасения, они абсолютно обрадованы. И это опасение действительно имеет место быть. В первую очередь, я бы, наверное, сказал, что вы пытаетесь от этого убежать. Вот, вы пытаетесь как-то защититься от этого. От того, что это реально, вы пытаетесь как-то ее, ну, поменять, что ли, под себя, да, вот. На мой взгляд, это не лучшая, не лучшая история, не лучший выход из ситуации. Вот, ваши страхи, они обоснованы, действительно. Вопрос заключается в том, что когда вы выбирали своего мужа, да, когда вы выходили за него замуж, вы не могли не знать, что он на 10 лет востарше, что он, ну, действительно может умереть. Вот, ну, тогда для вас это, по сути, почему-то, почему-то было неактуально. Вот. А, ну, сейчас для вас это, получается, почему-то стало актуально. Ну, вот. Значит, что-то запустило этот процесс. А, ну, как минимум, как минимум, на это нам, я думаю, стоит обратить внимание. Это первое. Второе. Второй момент. А, значит, что такое страх, страх смерти человека? А, страх смерти человека, как правило, свидетельствует о чем? Во-первых, о том, что мы на него злимся. Вот. То есть у нас есть злость на человека, и мы ее, вот, ну, в той или иной степени, получается, вытесняем. Это с одной стороны. А, с другой стороны, речь идет о том, что, да, вы боитесь остаться Одиночество. Вот. Вот. А, вы боитесь остаться одной. Вот. Вот. То есть, здесь история про то, что вы себя где-то в чем-то не принимаете. Вот. То есть, ну, вот то, что вам страшно оставаться одной. То, что вам, ну, как-то вот у вас это вызывает опасение. То, что вы эм… ммм э-эм, ну, то, что вы можете а-о-о-о.. αν yeah, да? без своего э-эм супруга. Вот. Хотя это абсолютно естественно, это абсолютно нормально. э-э-эм, можно ли говорить о том, что что вы как-то привязаны к своему мужу, вот, можно ли сказать, что вы как-то зависти от него, от него, можно ли сказать, что на нем сцентрированы некоторые ваши потребности, вот, можно ли сказать так? Ну, я думаю, что мой. Соответственно, нужно, конечно, в этой ситуации смотреть на то, чтобы учиться, ну, в той или иной степени, да, вот, учиться жить, смешать, то есть смотреть на то, чтобы в той или иной степени как-то полагаться на себя, чтобы в той или иной степени как-то опираться на себя, вот, чтобы в той или иной степени как-то смотреть на то, что можете, что можете и хотели бы сделать вы сами для себя, вот. Конечно, здесь, вот, в какой-то степени есть и вопрос экзистенции, вот, на мой взгляд, на мой взгляд здесь присутствует этот вопрос, экзистенциальный вопрос, то есть вопрос смысл жизни, что будет, если, вот, умрет мой, значит, муж, да, как я буду жить и так далее. Вот, то есть, ну, тут вот можно говорить о том, что вы зависимы от своего супруга, то есть это вот проблематика, проблематика какого плана, да, это проблематика личной границы, это проблематика самооценки, это проблематика принятия, принятия, не принятия себя, вот, и, соответственно, все это, все это нужно корректировать, вот. Само собой, само собой, темы это избегать, вот, на мой взгляд, по крайней мере, не нужно, то есть не нужно бояться этих тем, да, не нужно как-то вот замалчивать эти темы, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не, ничего хорошего из этого не получится и не будет, вот, ваша задача, как раз таки об этом говорить, вот. Вот, кстати, это нормально, абсолютно нормально, что вы боитесь потерять своего мужа, вот, потому что, ну, вы же его любите, да, вы любите своего супруга. Ну, вот, конечно, вы боитесь его потерять, не хотите, вопрос заключается в степени этого страха. Если страх вот прямо-таки вас, ну, накрывает, да, то есть, если вы прямо вот чувствуете, чувствуете, что ни о чем другом не можете думать, если чувствуете, что все ваши мысли вот только, ну, только, только про это, только об этом, то, конечно, это является серьезной проблемой, вот, проблемой, как, как, для вас, так и для вашего, для вашего, вот. Вот. Еще довольно-довольно часто, довольно часто, хоть и не всегда, бывает так, что вот подобные тенденции, вот эти тенденции, которые вы описываете, возникают случаи, когда человек в той или иной степени запрещает себе, знаете, проявлять любовь. То есть, у вас, вот, грубо говоря, довольно много есть энергии, да? Вот. У вас довольно много, получается, есть энергии, а у вас есть, вот, довольно много психоэмоционального такого ресурса. Вот. Вот. Почему этот психоэмоциональный ресурс обращается, ну, вот, в сторону такого, такого деструктивного? Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, у этого есть свои причины, у того, что вот это обращается в деструкцию. На мой взгляд. Вот. То есть, в принципе, где-то, вероятно, запрещаете, ну, запрещаете, вот, как-то любить своего мужа, да? То есть, что-то себя ограничиваете в этом. Вот. Где, конечно, сказать сложно, потому что тут нужно анализировать, да? Тут нужно смотреть, но, на мой взгляд, такие тенденции тоже есть. Вот. Психоэмоциональный заряд у вас, он, вот, в данном случае играет несколько, вот, против вас, да, ну, как-то, вот, как-то, вот, разрушая, в данном случае, вот, отношения, которые, вот, у вас, ну, как бы, есть. Вот. Это больно, это неприятно, это тяжело само собой. Вот. Поэтому так важно вам с этим, на мой взгляд, разобраться, да, так важно это поисследовать, так важно, наоборот, это прожить, посмотреть, а что есть еще в этом страхе. То есть, кроме вот того, что вы, ну, привычным образом думаете, вот, потому что что-то еще есть. Что-то еще есть, сто процентов. Вот. Только нужно постараться увидеть, понять, что именно еще там есть. Вот. Такая вот история. так что, в первую очередь, мне нужно бороться с тем, с тем, что вы чувствуете. Мне нужно стараться этого избежать. Это очень жизненно и по-человечески. не хотеть смерти того, кого мы любим. Да? Вот. Абсолютно это нормально. Абсолютно это естественно. Вот. Я думаю, просто. Я думаю, что вам нужно вот несколько, несколько поисследовать. Себя, да, поисследовать, вот, ну, как-то вот свои ощущения. Вот, и я думаю, что мы сможем найти, сможем найти, мы сможем увидеть то, что лежит как-то в основе вашего такого реагирования на этот факт. На этом все. Буду благодарен за обратную связь с Пумы на ответ. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего доброго.